Всем привет! Вы находитесь на канале Рем.Инфострой. Виды утеплителя для крыши. Выбор лучшего материала Современный рынок теплоизоляционных материалов переполнен предложениями самых разнообразных утеплителей. Кроме низкого коэффициента теплопроводности, они могут кардинально отличаться по своим техническим и эксплуатационным характеристикам. Вместе с тем, крыша сооружения в зависимости от конструкции и условий эксплуатации предъявляет особые требования к параметрам, используемые теплоизоляцией. В данной статье будут описаны основные характеристики распространенных теплоизоляционных материалов, проведенных анализ и сравнение. Мы расскажем, как выбрать утеплитель для крыши в зависимости от вида ее конструкций – плоской, скатной, мансардной. Через крышу происходит до 30% всех теплопотерь здания, поэтому ее теплоизоляции необходимо уделить самое пристальное внимание. Общие требования к теплоизоляции для крыши подбор оптимального утеплителя для крыши осуществляется по целому ряду критериев. Коэффициент теплопроводности У большинства современных теплоизоляционных материалов этот показатель ниже 0,04 Вт на метр Кельвина. Этого вполне достаточно для использования небольшого слоя теплоизоляции даже в суровом отечественном климате. Плотность Показатель находится в обратно пропорциональной зависимости с коэффициентом теплопроводности. От того, какая плотность у теплоизоляционного материала зависит, насколько близко к строительным конструкциям его можно расположить. Отсутствие щелей предотвращает появление мостиков холода, образование конденсата, порча утеплителя и строительных конструкций. Вес Довольно широкий диапазон показателей от 15 до 300 кг на метр квадратный. При утеплении деревянного или сборно-щитового дома, обладающего скатной и мансардной крышей, рекомендуется использовать легкие материалы, чтобы не оказывать критического влияния на несущие конструкции. Более прочные сооружения из полнотелого кирпича, железобетонных, монолитных и сборных конструкций могут выдержать значительные нагрузки. Для них используется более тяжелый утеплитель. Влагопоглощение Поглощение утеплителем конденсируемой или атмосферной влаги снижает его теплоизоляционные параметры. Для таких материалов необходимо предусмотреть систему гидроизоляции и отведения испарений. Паропроницаемость Полное отсутствие паропроницаемости может привести к застаиванию теплого влажного воздуха и образованию плесени. Высокая паропроницаемость снизит защищенность от холодных воздушных масок и потребует дополнительной ветроизоляции. Горючесть Для сооружений из древесины лучше выбирать негорючие а теплоизоляционные материалы. Впрочем, даже у кирпичных и бетонных строений скатные крыши в большинстве случаев сделаны из дерева. Для плоских крыш из бетонных плит вполне допускается использование горючих утеплителей. Степень усадки и способность сохранять первоначальную форму Из-за деформации материала в процессе эксплуатации могут образовываться пустоты, щели, а на крутых скатных кровлях – перекосы, снижающие эффективность теплоизоляции. Звукоизоляция Ключевой параметр, особенно на шумных кровельных материалах металлопрофилей, металлочерепицей и т.п. снижает звуковой фон во время дождя и града. Простота монтажа Важный параметр, позволяющий часть или все работы по утеплению крыши выполнить самостоятельно. Кроме того, важными качествами является необходимость использования специализированной техники, а также образование остатков, которые невозможно использовать. Разновидность теплоизоляции для крыши Условно все утеплители можно разделить на природные и синтетические. От этого параметра во многом зависит их экологичность и эффективность. В обзоре мы будем касаться экзотических теплоизоляций из камыша, тростниковых или соломиных матов. Стекловата Имеет волокнистую структуру. Для изготовления используется неорганическое сырье. Также применяемое при производстве стекла. Стекловата устойчива к плесени. Гриб-выгнили – один из немногих утеплителей, в котором не заводятся грызуны. Обладает высокими теплоизоляционными параметрами в сочетании с доступной стоимостью. Из недостатков можно отметить необходимость использования индивидуальных защитных средств во время монтажа, а также необходимость тщательной изоляции от жилых помещений. Как правило, для этого используется пароизоляционная пленка. Теплопроводность 0,035 на 0,044 Вт на метр Кельвина. При монтаже стекловаты необходимо обязательно использовать индивидуальные защитные средства, плотный комбинезон, перчатки, очки, респиратор. Минвата. Базальтовая вата. Базальтовая каменная вата фактически является минеральной, но с улучшенной технологией изготовления и более качественным сырьем из вулканических горных пород базальта диабаза. Она отличается большей устойчивостью к механическим нагрузкам. Материал более долговечен, чем стекловата. Производится как в рулонах, так и в плитах. Рекомендуемая плотность для утепления ненагруженной кровельной конструкции варьируется от 30 кг на метр кубический до 40 кг на метр кубический. Для нагруженных, но не эксплуатируемых плоских кровель лучше использовать более плотные марки 45-60 кг на метр кубический. При соответствующем утеплении и гидроизоляции они могут выдержать технические перемещения и снеговые нормативные нагрузки. Теплопроводность 0,032 на 0,048 ватт на метр кельвина. Минеральную и базальтовую вату для непрофессионалов визуально сложно отличить друг от друга при приобретении требуйте сертификат соответствия. Важно, срок минваты согласно заявлениям производителей составляет 25-30 лет, базальтовой чуть больше, до 35 лет, однако в суровых климатических условиях он гораздо меньший и для кровельных конструкций реально составляет не более 20 лет, после чего эффективность теплоизоляции начинает резко снижаться. Эковата Материал состоит из специально обработанной целлюлозы, как правило это бумага вторичной переработки, клюевая смесь с антисептическими и антипереновыми добавками в соответствии 81% на 19%. Внешне утеплитель представляет собой рыхлую массу из сухих хлопьев. Производители позиционируют материал как универсальное, а главное экологически чистое средство для утепления всех строительных конструкций дома. Используется для утепления мансард и засыпки чердачных перекрытий, горизонтальных ненагруженных поверхностей между лагами эксплуатируемых чердаков. Для утепления стропильной конструкции применяется технология задувки. При помощи специального оборудования эковата задувается в пространство между стропилами или лагами. Пенопласт Для утепления чердачных конструкций и крыши может использоваться два типа пенопласта. Для скатной обычный пенополистирол PPS 25, PPS 35. Для плоской – экструдированный пенопласт PENOPLEX с плотностью от 32 кг на м3 до 45 кг на м3. Теплопроводность всего класса утеплителей на основе пенополистирола составляет 0,38 на 0,41 Вт на м К. Из преимуществ этого материала можно отметить, при этом эксплуатационные свойства не теряются на протяжении всего срока службы. Устучиваясь к плесени, грибку, гниению, коррозийным процессам. Полная гидрофобность не намокает и практически не впитывает влагу. Небольшой вес не нужно укреплять несущей конструкции. Возможность раскроя простым ножом, небольшая упругость материала позволяет быстро производить монтаж. Хорошие звукоизоляционные характеристики. Доступная стоимость – один из наиболее дешевых теплоизоляционных материалов. Недостатки пенополистирола и утеплителей на его основе Выделение канцерогенных веществ в зависимости от особенностей процесса производства. Они могут превышать норму, поэтому при приобретении необходимо требовать у продавца соответствующий сертификат. Высокая горючесть в сочетании с активным выделением отравляющих веществ при горении. Полная герметичность утепленной конструкции становится паронепроницаемыми, поэтому чердачные и мансардные помещения, утепленные пенопластом, требуют индивидуальной системы вентиляции. Пенофол – пенотерм Данный теплоизоляционный материал является композитом на основе вспененного полиэтилена низкого давления и одного пенофол или двух пенотерм слоев фольги. Теплопроводность таких утеплителей по сравнению с толстостенными материалами не так велика и составляет 0,049 на 0,053 Вт на метр Кельвина. Однако эффект утепления в мансардных помещениях является за счет отражения инфракрасного излучения внутрь помещения. Для этого утеплитель не монтируется отражающей стороной к жилому помещению, а между ними и внутренней поверхностью чернового покрытия формируется технологический зазор 3-5 см. При укладке пенофола или пенотерма все стыки между полотнами герметизируются специальным металлическим скотчем. Пенополиуретан Использование пенополиуретана в качестве утеплителя чердачных крольных конструкций предполагает применение метода напыления. Благодаря такому способу создается бесшовный слой, не требующий уплотнения, герметизации щелей и перекрестной укладки плит. Имеет следующие параметры. Коэффициент теплопроводности 0,029 на 0,041 Вт на метр кельрона. Плотность 70 кг на метр кубический. Долговечность до 30-35 лет без снижения основных качеств. Для напыления пенополиуретана необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование, благодаря которому утепление кровельных конструкций осуществляется за несколько часов. Кроме того, сама стоимость утеплителя гораздо выше, чем у обычного пенопласта. Важно! По аналогии пенополиуретаном была разработана технология напыления минеральной ваты . Такой способ обладает всеми преимуществами пенополиуретанового напыления, но является экологически чистым. Керамзит Экологически чистый теплоизоляционный материал, представляя собой небольшие шарики из обожженной глины, имеет крайне низкое влагопоглощение, негорючь, паропроницаем. Коэффициент теплопроводности керамзита в зависимости от фракции составляет 0,1 на 0,18 Вт на метр кельрона. При плотности, плотность 250 от 250 до 800 кг на метр кубический. Как видно из этих показателей, керамзит имеет довольно посредственные теплоизоляционные параметры, поэтому для получения нужного эффекта утепления его необходимо использовать более толстым слоем. Как правило, применяется в виде наполнителя для цементных стяжек на горизонтальных поверхностях крыш. Опилки По своему эффекту, так же, как и по составу теплоизоляции, утеплители крыши опилками практически полностью повторяют эковату. Однако, если эковата для получения устойчивости к гниению и горению обрабатывается бором, то опилки обрабатывать не рекомендуется. В связи с этим, такой утеплитель требует особо тщательной гидро- и пароизоляции. Опилки подвержены гниению и поражению грибком, так что чердачные помещения должны иметь хорошую вентиляцию. Как правило, опилки укладываются на горизонтальной поверхности в конструкции между лагами или на скатной крышей, имеющей небольшой угол подъема. При этом коэффициент усадки у материала минимален. Еще одним несомненным преимуществом является заступность утеплителя. Как правило, его используют те, кто их и производит в результате различных процессов деревообработки. Сравнение основных технических и эксплуатационных характеристик Для обеспечения процесса выбора все основные параметры теплоизоляционных материалов, которые могут использоваться для утепления крыш, сведены в одну таблицу. Основные параметры теплоизоляционных материалов Теплопроводность ватт на метр Кельвина Влагопоглощение Горючесть Плотность килограмм на метр кубический Паропроницаемость микрограмм на метр в час паскали Усадка Экологичность Простота монтажа Подводя итоги Опытные строители рекомендуют для утепления крыши применять плитную и рулонную теплоизоляцию на основе базальтовой ваты. При условии соблюдения технологии гидро- и пароизоляции она способна прослужить не менее 30 лет без снижения своих основных эксплуатационных качеств. Использование пенопласта повышает уровень пожарной опасности сооружения, а так называемые экологические утеплители не оправданно дороги и не слишком эффективны. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.